Манёврена поисковая группа выезжает сразу после звонка на пульт диспетчера спасательной станции. Несколько минут на проверку сбор оборудования и далее на выезд. На этот раз водолазы направились в Балаклавскую спасательную станцию. Задача – найти под водой так называемый «мертвый якорь» – бетонную плиту с железным стержнем и закрепить на него трос. Это устройство помогает удержать плавсредства в равновесии на таких растяжках даже в шторм. Якорь устанавливают для нового современного катера на резиновых понтонах. Дело в том, что Балаклавская станция имеет очень большую зону ответственности, достаточно обширную акваторию. То есть это от мыса Фиолент практически до Ласпи. Это достаточно большой отрезок и берега, и акватории, и достаточно проблемный, как вам известно. И чтобы попасть куда-то достаточно быстро, нам нужен скоростной новый катер. Он должен стоять здесь. То есть есть решение о размещении его на Балаклавской станции. Подобные работы для спасателей-водолазов – дело хоть и привычное, но всегда ответственное. Любое погружение – риск для здоровья и жизни. И тут самое главное – убедиться в целостности комплекта. А он, к слову, не маленький. Джилет-компенсатор, баллон с воздухом, маска, ласты и грузовой пояс со свинцом. Вместе всё весит 30 килограммов. Зимой – за счёт укрепляющих костюмов и того больше. В такой экипировке порой приходится провести под водой несколько часов. И, к счастью, иногда тревога оказывается напрасной. «Очень часто гости либо жители города Севастополь идут купаться, оставляют свои вещи на берегу, забывают их, уходят домой. Родственники начинают бить тревогу. Пропал человек. Мы выезжаем, осуществляем поиск. Ну и, к счастью, звонок из дома, что всё нормально, все живы и здоровы». Водолаз Олег делится. Таких случаев так же много, как и трагичных. За два года работы очень часто приходилось отправляться на поиски уже погибших в море людей. «Очень много сейчас отдыхающих. Отдыхают, употребляют алкоголем, лезут в воду, естественно. Спасатели не всегда могут среагировать на вызовы. Поэтому уже приходится выезжать в наши группы». Спасатели призывают жителей и гостей города во время отдыха не забывать о правилах поведения на воде. Запрещается купаться в шторм и заплывать за буки. Также напоминают, главная угроза вашей жизни на море – спиртное. Именно в состоянии алкогольного и наркотического опьянения случается большая часть несчастных случаев. Только на прошлой неделе по этой причине в Севастополе погибли молодая девушка и мужчина. Анна Леготина, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.